В Югре стартовались зональные соревнования по проведению спасательных работ. Задача участников как можно быстрее вскрыть машину, попавшую в ДТП, потушить пламя, максимально бережно достать пострадавших. Аварии довольно частое явление на наших дорогах. Жизнь и здоровье людей, зажатых в искореженных автомобилях, во многом зависят от грамотных действий спасателей. Поэтому такие учения они отрабатывают планово, раз в месяц. Результаты регулярных тренировок демонстрируют на окруженных соревнованиях. В Нижневартовске за победу боролись четыре команды. Кто показал наилучшие результаты, расскажем в нашем следующем материале. Уже не на ходу, но по-прежнему полезно людям. Видавшая виды копейка теперь помогает спасателям отрабатывать эвакуацию пострадавших из поврежденных в ДТП автомобилей. У нижневартовских пожарных шесть таких макетов. Спасатели уважительно называют их учебные пособия. И не зря. Это типовые автомобили, на которых можно изучить стандартное местоположение двигателя, аккумулятора, выяснить, какие стойки быстрее и проще перерезать, чтобы достать пострадавших. Участники готовы? На старт! Деваня! За победу в соревнованиях боролись четыре команды из Нижневартовска и Лангипаса. В каждой по четыре участника плюс один запасной. На выступление команде отводилось не более 30 минут, но это в теории. На деле, конечно, нужно было действовать гораздо быстрее. Снять крышу автомобиля необходимо было меньше, чем за минуту. Главное, правильно подключить гидравлический спасательный инструмент для разрезания перемычек. У каждого ДТП свои особенности. Действовать на каждом происшествии по шаблону не получится. По легенде, в данном случае водитель и пассажир оказались заблокированными в автомобиле после аварии. Оба с подозрением на спинальную травму. Поэтому прежде чем достать их из машины, нужно прочно зафиксировать туловище пострадавшего. С такими ситуациями спасателям приходится сталкиваться не только во время учений, но и в реальной жизни. К сожалению, дорожно-транспортное происшествие у нас происходит практически каждый день. Каждый день есть и пострадавшие, и погибшие. У нас реагирование происходит в круглосуточном режиме. Непосредственно в них участвуют, как я уже сказал, все формирования, которые, так скажем, наделены полномочиями по оказанию проведения аварийно-спасательных работ. Самые высокие результаты показала команда 13-го отряда Федеральной противопожарной службы. Победа в Нижневартовске открыла спасателям путь на второй этап соревнований – окружной. Затем лучшая команда «Югры» отправится на зональные соревнования Уральского федерального округа.